Привет! Кто из нас не пытался воссоздать сцену из любимого фильма, либо игры, или повторить действия культового персонажа? Мы просто не стали снимать свои удачные попытки на камеру, а вот эти ребята не постеснялись. Так что сегодня смотрим на косплей Брюс Али, преемников Джима Керри и танцы Симсов в реальном мире. Поехали! Там в разгаре пятый сезон, а мы все еще не можем забыть качающий танец Рика из последней серии первого. Move to the left, step to the right. Ну ты и сам прекрасно знаешь, что делать. А если нет, повторяй за этими ребятами. Они, похоже, тоже были на той вечеринке. Вернемся в прошлое. Запустим GTA Vice City и вспомним, что походка у девушек внутри игры была, мягко говоря, странной. В San Andreas и GTA V разработчики поработали над движениями персонажей, но в реальности они все равно смотрелись неестественно. Представь, если бы все девушки ходили по улице вот так. Невозможно просто играть в Fortnite и не попробовать повторить какую-нибудь эмоцию. Особенно, если речь идет о хит-дэнс. Last Forever тиктокерам тем более по силам. Правда, здесь получился еще странный кроссовер с тачками и корпорацией монстров. Но все равно не так странно, как старик Снупи и Fortnite. Хотя наверняка он любит видеоигры. Или, например, супергеройское приземление. Эффектно, конечно, но не прыгать же ради такого с крыши. Есть вариант попроще с батутом и пластиковой соломкой. Выглядит тоже внушительно, а главное — колени целы. Этот пугающий драматичный танец Джокера в исполнении Хоакина Феникса мы, пожалуй, запомним навсегда. Некоторых он впечатлил настолько, что они пытаются его повторить. Лестница вроде та же, но как-то слишком уж весело получилось. А вот здесь другая локация. Зато как близко к оригиналу. Видимо, красный костюм решает. С 1999 года люди пытаются уклониться от невидимых пуль с такой же ловкостью и на минуту почувствовать себя избранными. Кто-то для этого прибегает к легкому читерству. Ну а кто-то решил остаться в матрице и иногда себя выдает. Даже если ты далек от аниме, знаменитый «Бег Наруто» тебе точно знаком. Но ты ни за что не догадаешься, куда ниндзя спешит в этот раз — на матч по американскому футболу. О, мой бог! О, мой бог! О, 30! Нет! Токсдон! Это Минниаполисный мировой! А потом еще и в бассейн. Что поделаешь? Чтобы стать Хокаге, нужно много тренироваться. Какаши, кстати, тоже был замечен в реальном мире. Знаешь, как им удалось пересечь здесь линию первым? Все благодаря усиленной работе на эллипсоиде. Начать говорить об аниме и не вспомнить «Жемчуг дракона» невозможно. Андре Пьер Жиньяк, оказывается, тоже умеет концентрировать энергию и зачем-то направляет ее в зрителей. Хорошо, что ему недоступна техника шара смерти. А Ройс и Хакими вообще кастовали фаерболы едва ли не каждый матч. Может, в этом был секрет их успешной командной работы? А сейчас просто посмотри на Крэша и Эдди и Крэша и Эдди. Эй! Мультяшные опоссумы, конечно, более пластичные. Но у ребят снизу еще все впереди. Тектоник уже давно канул в лету, но только не в «Симс». Здесь персонажи все еще исполняют на танцполе движения вроде таких. Ну а эта пара из Польши решила за ними повторить. Парни, запоминайте последовательность для следующей вечеринки. Руки вверх, вперед, к себе, за голову, вверх. Черт, а это не так-то просто! Справедливости ради, персонажи в «Симс» способны и на танцы посложнее. И вот с такими движениями уже вполне можно взрывать реальный танцпол. Только давай там без завершающего сальто! Ты тоже в детстве смотрел боевики про кунг-фу, а потом размахивал в своей комнате руками и ногами, раскидывая невидимых врагов? Тогда ты точно узнаешь себя в этом приятеле. В том, что внизу, конечно. Он, кстати, достойный ученик. Отжаться на трех пальцах одной руки не у каждого получится. Давай будем честны. В точности повторить танец из монстров на каникулах не удастся никому, потому что в реальности у людей немного другая анатомия. Но эти двое парней сделали все возможное. По крайней мере, закосплеить мопса удалось практически один в один. Мимика Джима Керри, безусловно, неповторима. Но почему бы и не попытаться? Помнишь, что говорил его персонаж в этой сцене? Этот приятель тебе подскажет. Венчура! Да, Сейтан? О, извините, сэр. Со спины вообще вылитый Эйс Вентура. Ну а этот приятель в умении кривляться может поспорить с самим Маской. Взгляни на оригинал и на пародию. Снова на оригинал и на пародию. Согласись, он хорош. Ах да, чуть не забыли про фирменный танец. Тут пара ребят из Лос-Анджелеса решила замахнуться на сам Ла-Ла-Лэнд. Знаем, ты такой сейчас. Перетанцевать Эмму Стоуна и Райана Гослинга? Но сам посмотри, получилось очень даже неплохо. Или вот, зацени их по отдельности. Себастьян без Мии. И Мия без Себастьяна. Ради воссоздания любимой сцены можно и на машину забраться. Плевать на помятую крышу, когда речь идет о танцах. Смотри, Лось выбрался из телевизора и повторяет свой танец в реальности. Серьезно, этот парень спокойно мог бы подменять Адама Сивани на съемках улиц. Все ведь прочувствовали эту нереальную энергетику. В жизни собрать команду, найти затопленный танцпол и заставить всех в нем отжигать не так-то просто. Так что повтор сцены из третьей части получился более бюджетным. Но главное ведь — исполнение. Похоже, этот парень и решил, что проще выполнить комбо Скорпиона в жизни, чем пытаться запомнить последовательность кнопок. Надо отдать ему должное. Такой штукой вполне можно сделать фаталити самому себе. Ты до сих пор не смотрел «Криминальное чтиво»? Это же один из шедевров Тарантино. Но эту знаменитую сцену с танцем наверняка видел. Ума Турман и Джон Траволта здесь безумно хороши. Так, это не Ума Турман и Джон Траволта. Вот они. Просто разницы в вайбе вообще никакой. Эта девушка решила повторить самые известные танцы из фильмов Дисней и начала челлендж не с какого-нибудь там танца Микки Мауса, а с номера в исполнении Зака Эфрона во второй части классного мюзикла. Как думаешь, прошла бы она кастинг? Окей, приятель, в этих очках ты вылитый Тони Старк в той сцене в комитете из второй части. Осталось стать миллиардером и собрать костюм. Казалось бы, есть фильмы, сцены из которых повторить невозможно. Взять хотя бы Angry Birds. Но нет, этого парня сейчас точно так же запустят из рогатки. Ну почти. Обошлось без полета в башню. Возможно, это просто был холостой выстрел. Движениями Аладдина в фильме управлял Джин. А эта девушка вроде как все делает сама. Получается, ее исполнение даже круче. Или где-то за кадром все же двигает рукой Уилл Смит. Капитан всегда последним покидает судно. Это касается и Джека Воробья, и его двойника из реального мира. Кстати, научиться знаменитой походке тоже совсем не сложно. Достаточно устроиться на судно и пару раз попасть в шторм. Покажи мне человека, который ни разу не видел лунную походку Майкла Джексона. Даже не так. Покажи того, кто хоть раз бы не пытался ее повторить. Если не оставляешь попыток, держи подробный гайд. Поднимаем ногу на носок, проскальзываем, повторяем. Так когда-нибудь дойдешь и до уровня хард. Даже стало немного не по себе, признайся. Белатриса Лэ Стрэндж получается у этой девушки настолько хорошо, что даже оригинал вспоминать не обязательно. Но ты все равно посмотри, чтобы удивиться еще больше. Прекрасно понимаем тех, кто не готов разучивать сложные танцы или заморачиваться над костюмом, но хочет почувствовать себя на месте любимого персонажа. Держи вариант для ленивых. Заходишь в ТикТок, активируешь специальный фильтр, и ты уже доктор Стрэндж. Ну вот мы и добрались к сцене, повторить которую проще всего. Достаточно найти жертву, иметь пресс и суметь поднять ногу выше пупка. Хотя пресс, в общем-то, и не обязателен. Держи вариант для ленивых. Продолжение следует...